Значит, что сейчас будет происходить? У нас две команды будут вести переговоры. К чему-то должны прийти, неважно к чему. Лимит мы вам дадим, это 10 минут. Через 10 минут переговоры должны завершиться. Потому что у вас через 10 минут поезд, а у них собрание с генеральным директором. Представили? Все. Ребята, ваша задача мотать на ус то, что происходило там, и какие-то выводы делать, какие-то интересные приемы брать себе в арсенал. Нам нужно, чтобы каждый новый переговор были к уровню выше, чем предыдущие. Переговоры – один из важнейших этапов ведения бизнеса. О том, как правильно выстроить деловое общение, какие приемы и слова использовать для достижения поставленных целей и избежать ошибок, магаданским предпринимателям рассказал генеральный директор компании «Эксперт Маркетинг», автор книг-бестселлеров по продажам и переговорам Сергей Семенов. Самая сильная позиция у вас в переговорах, когда вы проводите переговоры на своей территории. Почему? Они смешат, кто приехал к вам на переговоры, а вы нет. У вас вся информация под рукой, компьютер, интернет, а у них ничего нет. Сервис. У вас дальше можно ли выделать двое-трое на одному? Вы можете позвать 60-х коллег, и вы против одного будете вести переговоры. В одном моменте кончились, здоровый на подхвате работы. Третий. То есть вы можете всегда двое на одному – один из самых классических приемов переговорных. Дальше. Еще в чем плюс. Дома и стены помогают, все прекрасно знают. И он вкладывается, он тратит время, силы, он показывает этим самым, что когда к вам приемы на переговоры, они показывают, что вам переговоры на результаты и переговоры важнее, чем к нему. Прокачивать навыки ведения бизнеса Сергей Семенов помогает колымским предпринимателям не впервые. Центр «Мой бизнес» ежегодно организовывает встречи с федеральными экспертами, давая возможность местным специалистам набраться опыта и внедрить полученные знания в свое дело. Мы здесь уже третье мероприятие проводим. Каждый раз магаданская аудитория очень активная, участвует во всем, всегда полные залы, по крайней мере, из тех, кто приходил, то, что проводили, всегда полные залы были. Люди задают вопросы после мероприятия, подходят, активно интересуются, наверное, одной из самых активных сообществ предпринимателей. Еще один приглашенный гость – директор научно-исследовательского центра креативных индустрий и создатель первого в стране государственного института игропрактики Алексей Ильин. Он помог магаданским бизнесменам разобрать вопросы в нескольких направлениях, в том числе определить стратегии развития туристического сектора, в частности, работу гостиниц. По словам участников и организаторов мероприятия, несмотря на то, что встречи с федеральными экспертами проходят систематически, ни одна из них не похожа на предыдущую. Каждый раз знания новые. Как рассказала исполнительный директор центра «Мой бизнес» Елена Дубовая, программу стараются сделать максимально интересной и полезной. Это именно приобретение новых навыков и прокачка уже имеющихся компетенций. Программа «Бизнес-лагеря» предусматривает именно бизнес-игры, деловые игры, которые помогут предпринимателям окунуться в какие-то истории, в какие-то ситуации, которые потом им помогут в дальнейшем в бизнесе увеличить свои продажи, привлечь больше клиентов. Ну, то есть именно развитию бизнеса. Анастасия Васильева – коммерческий директор крестьянско-фермерского хозяйства Комарова. По ее словам, команда предприятия регулярно принимает участие в различных мероприятиях, направленных на развитие дела. Но в бизнес-лагерях еще не участвовали. На самом деле сам формат мероприятий, сам формат встречи, он необычный для меня, это такой первый опыт, очень интересный круг общения, люди разносторонние, но тем не менее мы местные, мы здесь локальные, мы поднимаем друг друга. Я жду прямо результатов таких для себя, какие-то новые мысли, новые впечатления, ну и какой-то итоговый результат на выходе в плане каких-то принятий решений в своем бизнесе. Согласно с Анастасией и руководителем юридического бюро Валентина Комиссарова, по ее словам, решение важных вопросов в игровой форме и командная работа – очень интересная и действенная практика. Наша команда подобралась тоже не случайно, мы общаемся между собой, поэтому уже знакомы, исходя из нескольких мероприятий, которые проводили мой бизнес, Магадан, фонд развития предпринимательства. Поэтому в данном, так скажем, мероприятии сейчас у нас разрабатывается очень интересная стратегия, в рамках игры, но я считаю, что мы неплохо с этим справляемся. Как рассказали организаторы, в этом году бизнес-лагерь собрал 65 участников, в два раза больше, чем в прошлом. А это значит, что интерес к образовательным программам растет, и, как отметила исполнительный директор Центра «Мой бизнес», такая практика будет продолжена. Это позволит участникам решить многие вопросы и поставить перед собой новые цели. Олег Дудник, Артем Булгару, специально для Карибу.